Надо законодательно запретить убрать сирень. Вот я вернусь как топ, так сразу. Мы вполне можем быть строителями, а почему нет? Меня печатают волосы джорнала, а тебя не печатают, значит я крутой. То есть ты спас одну жизнь, ты спас все человечество. В голове, окромя опилы, хоть что-то есть, вот теперь наступит хорошая жизнь. Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Станислав Крючков, и я рад новой встрече с вами на канале «Ходораковский лайф», на который вы прямо сейчас можете подписаться, если до сих пор по какой-то причине все еще этого не сделали. Поставьте лайк этому ролику и делитесь ссылкой на наши видео со своими друзьями, близкими и знакомыми. Можете подписаться и на мой телеграм-канал, это форма обратной связи. Ну а сегодня у нас в гостях политик и психолог Леонид Гозман. Он уже с нами на связи. Леонид Яковлевич, здравствуйте, я рад встрече с вами. Взаимно, я тоже очень рад. В России сирень запрещают рвать, но как в мае не рвать сирень? Сегодня день пограничника, кстати. День пограничника – это прекрасный день, конечно. А то, что Государственная Дома запретила рвать сирень, при этом продолжая обижаться, что ее называют государственной дурой, значит, это прекрасно, потому что люди заняты делом, понимаете? Вот нам-то кажется, что они не заботятся о стране, они заботятся. Сидят, долго-долго обсуждаются и понимают, что надо законодательно запретить рвать сирень. Вот и запретили. Вот теперь наступит хорошая жизнь. Понимаете, мы все думали, когда она наступит? Вот сейчас она, наверное, наступит. Все здорово. Пока еще не отправляют, но предлагают отправлять на принудительные работы, за порчу клумб. И мысль в Следственном комитете тоже не стоит на месте. Линдси Грэм попал под руку Александру Бастрыкину, сказав пару неловких слов, касающихся, кстати, русских, то есть лично меня касающихся. И я озадачен, надо разобраться, а в чем причина вот этого стремления разбираться по каждому из поводов, которые происходят, ну, может быть, и не напрямую рядом с тобой, но, тем не менее, тебя каким-то образом касающихся, но очень и очень отдаленно. Ну, вы знаете, они же такие обиженные подростки. Вот по менталитету, по развитию личностного, они обиженные подростки. И вот кто-то засмеялся сзади, не иначе, как надо мной смеются. Понимаете, потому что над чем ищу? Я же в центре мира. Если кто смеется, значит, надо мной, и так далее. Вот, но здесь смешно даже не это. Смешно не то, что они неправильно интерпретируют слова Линдси Грэма, значит, там что-то такое делают, да всякие, то это ладно, не важно. Смешно то, что они не понимают пределы своей юрисдикции. Вот в свое время, помните, Владимир Владимирович Путин произнес гениальную фразу, когда вы спросили ребенка, где кончаются границы России, он сказал, что границы России не кончаются нигде. Вообще, не кончаются и все. Вот, поэтому, на самом деле, кстати, с учетом этого нового закона, который запрещает карты неправильные публиковаться, ну, знаете, наверное, что если карта, которая нарушает территориальную целостность России, это преступление. То есть, если я нарисую карту, где нет Крыма, карта России без Крыма, то я сам сам уже преступник, да? Вот, и я, в связи с этим, предлагаю рисовать дальше карту, на которой весь земной шар будет называться Россия. Вот и все. Вот просто весь, и тогда не будет проблем. Но они не понимают границу юрисдикции, понимаете? Ну, не может представитель Средственного комитета России, какой бы он ни был генерал со звездами, он не может начать уголовное дело против сенатора Соединенных Штатов. Потому что сенат Соединенных Штатов вне его юрисдикции, понимаете? Вот вне. Но они не понимают границ. Они не понимают границ. Поэтому они объявляют иностранными агентами иностранцев, что, ну, сама идея иностранных агентов безумна, конечно, и противоправна, да? Но объявлять иностранным агентам, например, Христа Грозева, который этнический болгарин, а чей гражданин, я не знаю, точно не российский, ну вот это вот идиотами же надо быть. Ну что ж такое, ребята? Агент по идее, это вот враг народа, который они выявили, который внутри. Но там Христа Грозева, Владимир Зеленский, Джо Байден не могут быть иностранными агентами, потому что они иностранцы, они уже иностранцы. Но этим совершенно все по-барабану. И главное, чтобы горшочек продолжал варить, и они варят. Это, кстати, частично это еще и бюрократический феномен, потому что когда есть бюрократическая организация, она должна работать. Она должна работать. В ней в топку надо все время кидать, чтобы оно горело и колеса крутились. Например, с иностранными агентами. Смотрите, когда-то они создали какое-то подразделение ФСБ, что там во главе, допустим, с полковником каким-то. Полковник Пупкин, да? Которому было велено искать иностранных агентов. Вот он ищет иностранных агентов, нашел этих, 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 этих. Вот. А дальше у него иностранные агенты заканчиваются. Ну то есть что за иностранные агенты заканчиваются? Заканчиваются те люди, объявления которых иностранными агентами имеют хоть какой-то политический смысл. Они заканчиваются. Поэтому он начинает объявлять Христа Грозева, еще кого-то. Там, Гринпис. Ну, в общем, ерундой заниматься. А почему? Потому что, если он придет к своему курирующему генералу и скажет, товарищ генерал, мы вашу задачу выполнены, иностранные агенты все разоблачены и выявляют. Он скажет, спасибо тебе, Вася, за верную службу. Вот. Даст ему благодарность и отправит по местному месту, по прежнему месту службы. И станет полковник. Не сам, самый главный, как он сейчас, понимаете, в расчете стать генералом. А он вернется обратно. А ему это надо, ему это не надо, да? Поэтому он будет этих самых агентов искать на посинение. И, конечно, найдет всегда. Всегда найдет, потому что ему, ему это надо. Полковник это надо, понимаете? Вот. И, соответственно, комитету надо начинать бурные дела. С преступностью они сделать ничего не могут, с преступностью проблемы, да? А с некоторыми преступниками как-то непонятно, как быть вот с этими уголовниками вагнеровскими. Вот. А против сенатора США дело открыть? Ну, что? Хорошая вещь-то. Открыли, дело нормально. Леонид Николаевич, обратил внимание на вашу колонку, на новую газету «Европа», которая посвящена, ну, как я ее для себя спроецировал, кормящей матери ненависти. И ненависть — это чувство, которое мне лично глубоко чуждо. Но вы пишете, что люди любят ненавидеть. И вы политик. И вы в этой среде, где ненависть сейчас рождена, ну, каким-то образом варились, да? Взрастали. И сегодня мы в несколько иной среде. Но, тем не менее, ненависти, кажется, из этой колонки выходит не меньше. Или я неправильно интерпретирую? Это что-то иное? Это борьба за что? Это борьба за... Ну, это борьба за много чего, естественно, да? Но проблема... Ну, я говорю, и, видимо, вы говорите о каких-то таких очень жестких высказываниях и чувствах внутри оппозиционной среды. Правильно? Да, да. Все люди, которых, казалось бы, объединяет общий враг. Ну, потому что у нас есть общий враг. Не оппонент, а враг, на самом деле. Это Путин Владимир Владимирович. Он наш враг. Он враг не только украинского народа. Он враг России, в моей точке зрения. Он враг наш. Потому что он сломал нашу жизнь. Сломал нашу страну, сломал нашу жизнь. Это он наш враг, да? И, казалось бы, должно нас всех объединять. Но, тем не менее, это не объединяет. И мы тут любимый национальный вид спорта кидаться в дерьмо. Он расцветает просто только так, да? И такое впечатление, что друг друга многие из нашей среды ненависят еще больше, чем Путин. Значит, почему? Мне кажется, потому что, во-первых, они потеряли, люди потеряли партнерку диалогу. Понимаете, вот нормальные политики в нормальной стране, или даже в паранормальной стране, какой была Россия, они могут обращаться к избирателям. Ну, вот к избирателям. Вот, ребята, я самый классный, голосуйте за меня. Все будет прекрасно. Хорошо. Но это можно делать тогда, когда в стране есть выбор, или когда тебе кажется, что в стране есть выбор, или что-то похожее на выборы есть. Но выборов, понятно, нет. Вот. Можно обращаться к согражданам и звать их, например, на акции какие-то. Вот. Пойдемся там к памятнику кому-нибудь, ведь человек там предемонстрировал. Хорошо, да? Предемонстрировал свой протест там против чего-то. Но это можно делать тогда, когда за акции, ну, акции разгоняют, но все-таки не очевидно, что это тюрьма. Вот сейчас для меня очевидно, что любое участие в акции – это тюрьма. Мне кажется, что сейчас призывать людей идти на какую-то акцию в России можно только в том случае, если ты сам на нее пойдешь. Вот ты сам первый встанешь, да, ты можешь сказать, встаньте со мной, ты имеешь на это право, да? А если нет, то это над совести не иметь, по-моему, да? Потому что людей посадят. Пойду всех посадят, да? Значит, так, обращаться не к кому, да? Можно было обращаться к властям. Пока было ощущение у кого-то, по крайней мере, что они вменяемые, что, как мне говорили, когда я говорил, что война будет, обязательно будет перед войной, мне говорили, да брось ты, он дурак, дурак, но мыло не ест. Ну, выяснилось, что он мыло ест. Да? Так вот, значит, пока мы верили, что он мыло не ест, можно обращаться к властям, пытаться с ними о чем-то договориться. Сейчас тоже нельзя. Все. К кому обращаться? Друг к другу. Вот больше никто не слышит. Больше никто не слышит, понимаете? Больше никого нет. Обращаемся друг к другу. А мы когда обращаемся друг к другу, то мы неизбежно выясняем, кто когда был прав и неправ. Ну и понятно же, я был всегда прав, а ты был всегда неправ. Да, ты теперь должен раскаяться и понять, насколько ты был неправ, как это было ужасно. Вот. А еще одна вещь, понимаете, за что идет борьба? Вот борьба идет, и как вообще доказать, что ты сильнее, чем другие, как политик? Самое хорошее, это когда за тебя голосуют больше, чем за другого. За меня столько проголосовали, за тебя в сто раз меньше. Закройся, сиди тихо, премьер-реальность. Люди так решили, да? Нормально. Часто нет выборов, неизвестно, за кого голосуют. Окей. Значит, когда опять же, когда есть акция, я могу вывести 100 тысяч на площади, а ты можешь 25 человек, вот разница между нами, да? Опять же, прими и закройся, и так далее. Сейчас борьба идет не за голоса, не за людей на улице. Борьба идет за две вещи, на самом деле. За внимание пресса и за... Вот меня печатает власти джорнала, а тебя не печатает власти джорнала, значит, я крутой, а ты нет. Вот и все, да? Значит, и борьба идет за внимание западных лидеров, западного эстеблишмента. Ну, не то, чтобы люди надеялись, что он назначен любимой женой, и дальше ты будешь премьер-министром России, но, в общем, как-то, на самом деле, сейчас все карты у них, а не у нас, да? Поэтому идет борьба за их внимание. И вот эта борьба, она оказывается очень конкурентной, она оказывается с нулевой суммой и так далее. И мало кто понимает, что на самом деле, на самом деле, у нас есть общий интерес, вот, общий интерес для всех нас. Общий интерес – это убедить Запад делать некоторые правильные вещи. Если посмотреть на это изнутри, потому что вы российский политик, да, и российская политика схлопнулась до обсуждения того, как нам противостоять врагу, но по-прежнему никоим образом не преподносит образчика некой идеи, позитивного рода идеи о том, как обустроить жизнь для тех 150 миллионов человек, которые остаются внутри. А что им дело до западного эстеблишмента? А что им дело до прессы, да, в которой появляется та или иная, пусть важная, пусть продуманная, пусть осмысленная публикация, которая не будет ни прочитана, ни услышана, ни коим образом воспринята? Вот из этого тупика как выходить, Леонид Яковлевич? Нет, ну, вы знаете, мне кажется, что мы должны говорить о том, вот, не только о негативе, но и о позитиве, да? Вот, я, например, от негатива устал. Я от негатива устал. Я, мне надоело слушать, как будет плохо им. Ну, в смысле, там, начальство. И они будут в Гавайи, они будут где-то, они там... Ну, в общем, все вот это, да? Вот, я хочу услышать не как будет плохо им, а как будет хорошо нам. Я понимаю, что им должно быть плохо. Я понимаю, что будет суд, там, все такое. Я вполне за, да? Вот. Но больше меня волнует, как будет жить нам, да? И в этом смысле, мне кажется, мы должны совершенно четко говорить некоторые вещи. Ну, например, что Россия европейская держава. Это я цитирую, между прочим, императрицу Екатерину Великую, ее письмо в уваженном комиссии, она начиналась с этой фразы. Россия – суть европейская держава. Ну, вот, значит, мы должны это говорить. Мы европейская держава, мы не азиатская держава, мы европейская. Ну, вот. И мы должны жить, как европейцы. И это значит, что в перспективе, в какой-то перспективе, та новая Россия или несколько государств, которые возникли на ее территории, потому что я-то лично думаю, что она, скорее всего, распадется. Но вот эти новые государства должны быть европейскими, в основном, европейскими государствами. А значит, они должны жить по европейским правилам, а значит, они в перспективе должны стремиться вступить в европейские структуры, а в дальней перспективе и вступить в них, быть членами европейских структур, НАТО и так далее. Вот, я считаю, что вот это вот наш, так сказать, путь нормальный, нормальный, который отвечает, ну, отвечает особенностям нашей страны, если хотите, да. Потому что она, конечно, очень разнообразна, но обратите внимание, что в течение всех веков вообще ее существования ее наиболее активная фракция нашей страны была западно-ориентированная. Западно-ориентированная. И Романовы были вестернизаторами, конечно. Они разные были, там, более умные, менее умные, но они были вестернизаторами тоже. Вот. И это вот оно и есть. Дальше, мне кажется, что мы должны сказать, что мы не будем империей никогда больше. Вот. Это значит, что мы не будем империей, да. Не просто слова. Значит, что мы не обещаем, так сказать, и не хотим, считаем неправильно, не вмешиваться не только в то, что происходит за границами, сегодняшней признанной границами России, да. Я не говорю, понятно, что Крым, а не Россия. Но, что мы не будем препятствовать выходу из состава России тех регионов, которые захотят это сделать. Да. А понят, что будет регион, который захотят. Северный Павказ, Якутия, Калининград. Я думаю, что, кстати, очень многие захотят, потому что быть под лузером, это никому не прерывает. Кому не прерывает. Леонид Яковлевич, ну ведь во главе государства рано или поздно должен оказаться не лузер. А как выйти на этот путь, европейский путь, с такими, в кавычках, европейцами, как Пригожин, Стрелков, Кадыров, и этот ряд сегодня можно продолжать, вплоть до тех, кто еще 15 лет назад, ну, казалось, уж европейский не придумаешь. Свобода лучше, чем не свобода. И где это все сейчас? Это все куда-то слилось. Можно вот как политику задам вопрос? Скажите, а какой вам видится возможность на сегодняшний день работы вот этой внутренней, да, с системной российской оппозицией? Куда-то она делась. Уж казалось бы, сколь сервильно были и справедливая Россия, и КПРФ, и ЛДПР. Но сегодня они слились просто в один какой-то общий комок. Еще один срез. Региональная политика смещается до банальных каких-то вещей, до решения бытовых вопросов. И это важно. Но это ли тот самый проем, да, через который мы на европейский путь выходим? И, наконец, какова перспектива вот этой политики, о которой вы говорили, изначально нуждающейся в объединении, вокруг ли противостояния противнику, вокруг ли объединения на фоне некой общей идеи, если она выдавлена за границы? Ну, знаешь, у меня нету хорошего ответа. У меня нет радостного ответа. Например, насчет выдавленного за границу, я искренне считаю, что те люди, которые, неважно по своей воле, или не по своей, оказались за рубежом, политических перспектив в России не имеют. Вот не имеют и все. Мне кажется, что когда и если все возродится в России, то появятся новые лидеры, которые были там все это время. В тюрьме, на свободе, это уж как кому повезло, но, многие в тюрьме, конечно, но именно там, в России. Вот я не верю в то, что кто-то из тех, кто сегодня на плаву и на виду, на слуху, вернется в качестве там крупного политического деятеля в России. Не верю я в это. Тогда какова сегодняшняя функция? Сохранить себя? Они доверяют, ну, кто-то из них доверяет нашим оценкам того, что происходит в России. Потому что мы Россию понимаем. Мы ее не в школе изучали, а мы там жили. Поэтому мы понимаем, о чем говорим. Это номер раз. Номер два. Мы должны добиваться снижения, по крайней мере, уровня дискриминации по паспорту. Это вообще безумие, на самом деле. В 21 веке по отношению ко многим из нас сейчас ведут себя так, как вели себя по отношению к антигитлеровским настроенным немцам, которые бежали из Рейха, а дальше их гоняли по кругу, и никто не принимал, и не хотели им ничего давать, и так далее. Никаких прав. И был даже случай, когда их вернули в Германию. Ужас какой-то, на самом деле. Это продолжается сейчас. Ну и, конечно, еще одна задача наша, это готовиться к возвращению. Среди уехавших сейчас людей очень большой процент хочет вернуться в Россию. Вот я вернусь как топ, так сразу. Просто сейчас я не могу вернуться, потому что я точно знаю, что меня арестуют прямо на границе. Мне было смысла в этом нету. Но как только я не буду знать, что меня арестуют на границе, я вернусь, я вернусь домой. И мы должны вернуться и строить новую страну. Когда я сказал, что это будут делать лидеры, будут другие, это лидеры будут другие. А строители будут мы. Мы вполне можем быть строителями. Почему нет? И я вернусь, я не знаю, в Московский государственный университет и буду там преподавать. С большим удовольствием. И буду сесть разумно, добрая вечная. Понимаете? Это необходимые вещи, на самом деле. Или там еще что-то такое делать. Но я найду, что делать. Как Владимир Владимирович сказал, место в строю я найду. Вот я тоже найду. Это мы должны делать. Что касается людей, которые сейчас там, которые там, то надо понимать, что они не могут свернуться в этот режим. Эти все разговоры, почему вы не свергаете Путина, это либо лицемерие, либо идиотизм просто. Понимаете? Потому что как его можно свернуть? А вот если выйдет миллион? Ну ни хрена себе, ребята. А как он выйдет, этот миллион? Откуда он возьмется? Скажите, пожалуйста. Во-первых, этот миллион расстреляют на подходе. Чтобы миллион вышел к Кремлю, он должен идти с окраин Москвы. Там на окраинах его расстреляют с крупнокалиберных пулеметов. И сомнений никаких нет. Чтобы вышел миллион, должен кто-то быть, кто будет организовывать. И говорит, ребята, надо выходить не в среду, не в пятницу, а именно в четверг. Правильно? Вот должен сидеть человек, который будет это говорить, чтобы его слушали. Его возьмут первым. Естественно. Ну и так далее. В общем, это все не работает. И обратите внимание, что никаких восстаний народных против Гитлера, против Сталина не было. В Советском Союзе последний бунт был в 60-е, в каком-то году, по-моему, 60-е уже это было, при Хрущеве, в Новочеркасске, когда мужики вышли по поводу несправедливости с зарплатами, вышли, из сцены, вышли с портретами Ленина, как в Кровавом Воскресенье с хорубой между них царю. И ты считаешь, как царь расстрелял, так и эти расстреляют. И ничего в этом смысле, в этом смысле ничего сделать нельзя. Поэтому задача тех, кто живет сейчас, тех, кто живет сейчас в России, значит, эта задача тоже, ну, как бы готовиться. Они не могут на это повлиять, но они могут сохранять себя. Вот знаете, я не верующий человек, но в Талмуде есть такая замечательная фраза, что если ты спас одну жизнь, ты спас все человечество. Вот надо спасти свою бессмертную душу, надо остаться человеком. Вот эта задача для каждого нормального человека очень сложна сейчас в России, потому что давят такое торжествующее жлобство и так далее. Июнь 1962 года, новочеркарский расстрел. Да, 1962, да. Вот понимаете, идея Солженицына, жить не по лжи, она вдруг обрела вновь такую силу, да, и вот ты живи не по лжи, ты не принимай участие в этом. Ты внуку расскажи, что на самом деле происходит, внуку правду расскажи. У тебя нет трибуны, ты не можешь по радио выступить, понятно, не можешь, да, но ты хотя бы это сделаешь. И ты сохранишь себя, и ты поможешь ему, внуку своему или сыну, стать человеком, стать человеком, да. И потом, когда этот режим рухнет, он рухнет, но не под нашими ударами, нет, но он тебе не рухнет, когда он рухнет, тогда настанет наша работа. Понимаете, вот тогда надо будет сделать так, чтобы на этих руинах, которые от них останутся, построить что-то нормальное, а не очередной концлагерь. Вот это уже будет зависеть от нас. Смотрите, жить не по лжи предполагает формулировку некой истины, ну хотя бы вот такой вот рабочей модели этой истины. И при всей той аргументации, которую вы сейчас приводите, я непопулярную вещь скажу, а будет ли понят вот при этом возвращении тот вернувшийся, если на сегодня он в голове большинства, агрессивного большинства, заведенного пропагандой большинства, оно так или иначе будет восприниматься как тот, кто в не меньшей степени, нежели тот, кто сеет огонь, предлагает тушить огонь бензином, потому что оружие это то, что стреляет. Не популярная вещь, но оно так. Безусловно так. Вы знаете, я на две вещи скажу. Во-первых, все будет понято. У того же Солженицына в Круге Первом один из героев говорит, что все просто на самом деле. Волкодав прав, а людоед нет. Вот и все. На самом деле все понятно. Понятно, что украинцы правы, а мы нет. Ну, что тут не понять? Тут надо быть семи пядей в обувь, что ли? Нет, не надо. Посмотри, что с городами сделали. Конечно, они правы, а мы не правы. Теперь, что касается того, услышат ли оппозицию. Вы знаете, мне кажется, что весьма вероятно, что ее не услышат. Потому что у нашей оппозиции есть одна жуткая особенность на самом деле. Вот жуткая особенность, отвратительная. Это высокомерие. Это высокомерие и отсутствие сочувствия к людям. Понимаете? Вот произносить, когда российский политик произносит слово «ватники», да? Мне кажется, ты, парень, у тебя маза в голове. А кроме опилы хоть что-то есть, ты так говоришь о своих согражданах. Это твои сограждане. Да? Но дело даже здесь не в прагматических вещах. Дело в чувствах. Понимаете? Я вижу очень часто от наших политиков, от иммигрантов разных, да и не только от тех, кто в России, вижу такое, знаете, вот, ну, есть люди, а есть быдло. Ну, быдло, оно и есть быдло. Что с ними говорить? Вот, блин, большинство, да? Вот они вот какие-то, ну, они недостойны, как бы, нашего внимания, да? Но мы, что, ребята, правда не понимаем, что когда Путина сковырнут, да, и какая-то новая жизнь начнется, то в этой новой жизни, кроме тех, кто стоял рядом с нами в пикетах, будет еще десятки миллионов тех, которые за него голосовали. И мы с ними должны жить. Или, как пишет Соболь, на которую ополчились, да, дети тех, кто сегодня уехал, будут учиться в одной школе с теми, кто сейчас в окопах стреляет по украинцам. Правильно, правильно. Более того, мы сами учились в одной школе с теми, кто в окопах сейчас стреляет по украинцам. А мы откуда взялись? А они откуда взялись? Это наши соседи по лесочной клетке, это наши одноклассники, это дети наших одноклассников, это наши люди. Понимаете, а тут идет такой лингвистический спор, можно ли говорить наша армия. А чья она, скажи, пожалуйста, чья эта армия? Чья? С Марса пришла? А ты вот такой весь из себя, тут белый и пушистый, да? Вот, это твои сограждане. Это армия творит преступления, но это твоя армия творит преступления, да? Это насильники в буче, но это твои насильники. Это твои, они по-русски говорят, они с тобой в одном классе учились. Понимаете, вот мне кажется, что эффективная политика, не фонд эффективной политики, разумеется, а эффективная, реально эффективная политика, она требует в качестве необходимого условия сочувствия людям. Требует сочувствия людям, она требует идентификации с людьми. Вот ни в коем случае не они, а мы, мы, да? И вот в послании апостола Павла Коринфианов, если я говорю языками человеческими или ангельскими, или ангельскими или человеческими, но любви не имеют, у меня медь звенящая, цимбал звучащий, да? Вот без любви не получается. Понимаете, мы должны, вот те люди, которые хотят влиять на страну, хотят думать влиять на страну, они не смогут этого сделать, если они не любят эту страну. Понимаете, вот я понимаю, что это как бы так, может быть, странно звучит, и не политологически, да? Но если они не любят людей этой страны, если они не сочувствуют людям этой страны, понимаете, вот если они не видят, что люди, их сограждане обмануты, что они обмануты на самом деле, да? Если они не видят в них, вот в тех, которые сегодня обмануты, в этих несчастных тетках, которые, помните, за шубу там выступали, и за шубу благодарили, когда, ну, вместо убитого мужа ему там ей шубу дали, а она за шубу благодарили, да? Вот те, кто чувствует к этим тёткам только презрение, но не испытывает сочувствия к ним. Понимаете, кому не жалко этих тёток, да? Ну, останься в Европе, не возвращайся, у тебя всё равно ничего не получится. Как обрести это чувство сочувствия и любви? Мне кажется, есть одна объединительная такая штука, которая является общей, не знаю, разделите ли вы со мной это ощущение, как для тех, кто в России, так и для тех, кто за её пределами. Это общее отсутствие такого вменяемого, осязаемого жизненного горизонта, он условен. А вот с психологической точки зрения, как специалисты, как профессионала в этой области, спрошу вас, а какие стадии проходит человеческая психика, которая сталкивается с этой уходящей вдоль линии твоего будущего, твоего горизонта? Ну, вообще люди стараются приспосабливаться, человек очень адаптивное существо, потому что предельно адаптивное, да? И люди уходят, ну, в основном люди уходят в частную жизнь. Они просто уходят в частную жизнь. Они говорят, что отвалите от меня, я, вот у меня есть там свой огород, своя семья, там, свой ребёнок, ну и так далее. Да, вот я ими живу, для них живу, с ними живу и так далее. А всё остальное меня не интересует, на самом деле. Кстати говоря, это безумная поддержка в вопросах Путина, специальной военной операции и прочего безумия. Она тоже, я уверен, в основном такая. То есть, когда человек приходит, говорит, поддерживай политику президента, он говорит, поддерживай, поддерживай. Отвали от меня, отвали от меня. Что тебе ещё надо? Что тебе надо, чтобы я сказал? Да здравствует Владимир Владимирович Путин. Сказал, сказал, всё, отвали. Вот мне кажется, что это вот так вот идёт. Люди уходят в частную жизнь, люди прячутся в частную жизнь. И это всегда так было при любом режиме. При любом режиме так было и при нашем. И при нашем оно то же самое. Но вообще, конечно, человек, который покажет реальную перспективу, он обречён на успех. Смотрите, ну это при условии, если частная жизнь предоставляет эти границы, в которых ты можешь чувствовать себя комфортно, сказав, отвали. Но на данный момент эти границы комфортны лишь, пожалуй, что для верхушки российского эстеблишмента. А как вы полагаете, есть ли некие границы, обусловливающие, ну скажем так, вот их зависимость, зависимость политического эстеблишмента и правящей верхушки от каких-то внешних условий? Вот чем эти условия сегодня заданы не для уехавших, не для закапсулировавшихся в частном мире, а для тех, кто живёт ровно так же, как и жил. Ну хорошо, внесли их там в санкционные списки. Да господи, я смотрю статистику по приросту миллионеров, да, тенденция примерно та же, что и прежде. Ничего для них не изменилось. А что-то, тем не менее, для них является вот такими рамками, на которые они смотрят, говорят, так, всё, вот здесь вот уже невозможно, здесь нужно сдавать. Мне кажется, во-первых, что они в основном крайне недовольны. Насколько я знаю, насколько я могу судить по тем контактам, которые остались там, ещё почему-то. Российские элиты предельно недовольны происходящим. Всем понятно, что решение Путина о начале войны было по выражению толеранных хуже, чем преступлением. Это была ошибка. Вот это, в общем, на самом деле понятно всем совершенно, да. И сейчас вопрос вот в чём. Значит, да, чем для них стало хуже? Да, деньги они могут зарабатывать, может быть, даже больше, чем раньше, потому что их избавили от конкуренции, там, и так далее. Но деньги же надо не только зарабатывать. Ну, то есть, есть сумасшедшие, для которых просто важно знать, сколько нулей у тебя там лежит, да. Но для большинства людей деньги нужны не только для самооценки, но и для того, чтобы их тратить. Потому что их тратить, нужно жить вот той жизнью, в которой тебе хочется жить. А той жизнью, в которой хочется жить, они жить не могут. Вот, вот, в свой замок во Франции уже не поедешь. Понимаете, и виноградники в Италии, они, виноградники остались, а тебя там нет. А ты можешь на бизнес-жесть своём полететь к Лукашенко или к Чен Ким Чен Пыну. Вот, и всё, а больше тебя никто не примет. Ну, и так далее, да. Поэтому, конечно, их жизнь стала хуже. Кроме того, они же живые люди, у них есть жёны, дети, любовницы и так далее, которые им тоже говорят, ну, что же это за фигня, понимаешь, когда сюда нельзя и сюда нельзя, и учиться не берут, и ещё куда-то не берут и так далее. Поэтому они, конечно, недовольны. Легитимность Путина основана не на том, что... Разумеется, не на выборах. Разумеется, не на харизме. Харизма никого не осталось абсолютно. Остался такой смешной, неадекватный человек. И его неадекватность видна, разумеется, людям. Его легитимность стоит на том, что в верхних там нескольких тысячах его считают таким решалом. Решал я. Вот он умеет решать проблемы. Вот к нему приходит в кабинет. Вот он говорит, значит, тебе это, тебе это. Всё, вопросы есть, вопросов нет. Идите, исполняйте. Люди он исполняет. Да? Значит, и в этом смысле вот он, что вот он, он самый такой был хитрый из них, и самый крутой. И вот на этом была его легитимность. С 24 февраля прошлого года его крутость вся... Ну, куда-то делся. Вот, её нет. Её нет. И они понимают, что он ведёт их в тупик. Вот он их ведёт в тупик. А каждый из них хочет получить прощение с Западом. Поэтому я уверен, что каждый из них думает о том, когда ему выгодно отказаться от вояльности. Уже сейчас или надо ещё там месяц подождаться. Вот я думаю, что они смотрят на то, когда надо спрыгивать с корабля. Вот. И как спрыгивать. Конечно, самые ближние бояре понимают, что они могут спрыгнуть только одним способом. Они должны устранить его. Отстранить его от власти. Ну, не обязательно от жизни, но от власти. Да? Вот. А за это они получат полное прощение. Конечно. Ну, вот, может быть, они думают об этом. Толчком будет Крым. Я думаю, взять себя Крым. Пропаганда говорит, есть пол мира, есть поля для гольфа в Эмиратах и так дальше. И так дальше. Это не успокаивает. Конечно, есть. Это нет. Не успокаивает. Нет. Станция Россия. А Россия – суть европейская держава. Россия – европейская держава. И каждый, добившийся успеха в России, хочет этим успехом пользоваться в Европе. Не обязательно только в Европе, но и в Европе тоже. Обязательно. Поэтому нет. Дубая и чего-то недостаточно. Леонид Яковлевич, давайте в ближайшем горизонте смотреть, потому что вот это на данный момент в поле перспективы, да, а в поле реальности. Кстати, по поводу реальности. Часто употребляют в том числе и ответственные, в кавычках, лица из российского дипломатического круга такое понятие «складывающиеся геополитические реалии». Возникла такая формулировка. А какое отношение эти реалии на сегодняшний день имеют, извините за тавтологию, к реальности? Да, вот к тому, из чего следует и стоит исходить им, руководствующимся сейчас этими реалиями и принимающими решения от имени моей страны. Они нереальными руководствуются, они руководствуются иллюзиями. Они ушли в мир иллюзий, в мир миражей. И они гонятся за этим миражом. И сотни тысяч погибших погибли в борьбе за мираж, который родился в сознании Владимира Владимировича Путина. Вот такой мира, где нет Америки, где Россия самая главная, и все ходят на цыпчиках и так далее. Вот это вот его мираж, его мечта странная, паранояльная возникла. И вот ради этой мечты абсолютно нереалистичной. Идет война. Причем приблизиться к этой мечте нельзя. Вот мираж в пустыне, она отходит, отходит, отходит. И она не может быть ближе. На реальность им не плевать, на самом деле. Вот пару дней назад заместитель министра иностранных дел Российской Федерации вытянул условия мира. Понимаете, вот такие условия можно выдвигать тогда, когда твоя армия окружила вражескую столицу. И ты вот обращаешься к окруженным и говоришь, значит так, ребята, можем раздолбать все в пыль. А можем не долбать, если вы пойдете на это, это, это. Вот тогда это адекватный разговор. Но реальность не такая. Как говорят о территориальных реальностях. Они что имеют в виду? Херсон еще недавно был под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Дальше Российской Федерации было выше. Надо как считать? Реальность, которая была до того, как вышибли, или после того, как вышибли, это совершенно непонятно. А если они сейчас Крым возьмут? Ну и так далее. Единственной реальностью, на которую надо поориентироваться, является сейчас ход войны. Ход войны явно не в их пользу. Но они не хотят это принять. Понимаете, вот это ужасно на самом деле. Невротик, он отказывается от реального мира в пользу мира иллюзорного. Эльдеркоман отказывается от реального мира в пользу мира иллюзорного. Но здесь, к сожалению, вот этот невротик Эльдеркоман, у него еще ядерная кнопка есть. Так что, нет, к реальности их политика не имеет никакого отношения вообще. Леонид Игоревич, могу попросить у вас прокомментировать такой сюжет. Он в том числе касается миража и того процесса его рассеивания, о котором вы говорите. В списке иноагентов в пятницу было очередное пополнение. Вы об иноагентах уже упомянули. Но среди прочих там был весьма интересный персонаж. Магомед Гаджиев, еще недавно депутат Госдумы, единоросс. Сегодня дагестанское отделение исключило его из своих рядов за дискредитацию партии. Еще один сюжет, я думаю, тоже небезызвестная вам фигура. Из демократического крыла, из долгопрудного человека. Борис Надеждин его зовут, накануне, выступая в эфире одного из российских каналов, сказал, что нужно менять это все, нужно менять. Движение пошло, это ли не то, о чем вы говорите? Мелочи? Нет. Все напонятно, что приглашение Надеждина было согласовано. Ну, это понятная вещь. Слова несогласованные, да? То есть прежде, чтобы прозвучали слова, не допускающие переизбрание, вот в контексте прошедших 15 месяцев, да, с 24 февраля прошлого года, этих слов не произносилось, но теперь они звучат. Ну, мне не хочется говорить детали, которые я, мне кажется, понимаю, да, в этом событии, да, но я бы не стал с ним связываться позитивно, конечно. Окей. Окей, окей. Один сюжет, да, вот мы вплотную подошли к выборам, которые, ну, понятно, как будут организованы, и мы имеем опыт того, как были они организованы в предшествующие 10-15, больше, наверное, даже лет, но тем не менее, у нас есть реальный опыт состоявшихся выборов в Турции. Эрдоган, да, объявил себя уже победителем, был первый тур, он предвещал какую-то борьбу, второй тур ее продемонстрировал, но тем не менее, и бог бы с ней с Турцией, да, мы все-таки не турки, а русские, россияне. Скажите, вот этот патернализм, да, свойственный и турецкому авторитаризму, и российскому авторитаризму, а его природа-то какова? Ведь на пустом месте все не возникает. С чего оно вдруг? С чего? Ну, вы знаете, во-первых, патернализм – вещь нормальная, да, и многие страны, как патерналисты, какие-то шаги предпринимают, считают это полезным для развития своей страны. Это, на самом деле, без патернализма не бывает, на самом деле, да. Вот, важно формы, важно, чтобы это не стало тормозящим чем-то. Мне кажется, что, ну, я плохой специалист по Турции, я только ее знаю неплохо, как турист, да, но мне кажется, что с Роджем Пердоганом произошло что-то похожее на Владимира Владимировича. Он в какой-то момент решил быть собирателем земель турецких и воссоздать Османскую империю, и так далее, стать императором. Вот у него тоже в голову ударило похожую идею, и поэтому они и так похожи. Но Турция значительно более интегрированная в мир страна. Турция – член НАТО. Турция зависит от туризма, это важно для них. Турция, в общем, она более интегрирована в мир, чем значительно более интегрирована. И поэтому там идет такая борьба. На самом деле в Турции идет борьба архаики с модерном сейчас. И вот, если вы обратили внимание, супруга Роджеба Пердогана, голосуя на выборах, была в хиджабе, а супруга этого, не могу произнести фарм, Кылыч Драглу, Кемаль Кылыч Драглу. Да, ну, в общем, ладно, я выучу. Значит, она была с непокрытой головой. Вот это важно, на самом деле. И за Родогана такие наиболее, в Турции наиболее такие изолированные районы, изоляционистские, патриархальные, архаические и так далее. А против Родогана Стамбул, Анкара, это Средиземно-морское побережье туристическое, ну и так далее. Они все против Родогана. Вот так вот страна оказалась расколотом. Расколот у них так бывает. Скажите, а вот касаемо европейского пути, я тут тоже посвятил некоторое время на неделе наблюдению за высокой встречей представителей в области безопасности. Не наблюдали? Проходило, там выступали Лавров, Нарышкин, Патрушев, и были произнесены слова. И вот, среди прочего, Нарышкин, да, директор службы внешней разведки, мы все помним его на этом совбезе за несколько дней до объявления войны, произносит слова, конец западных стран будет по делам их. То есть, по большому счету, он формулирует в качестве максимы, да, утверждаемые максимы. И, очевидно, максимы, которые будут пропагандистские закрепляться в головах, то, что Запад — это невозможный путь. Вот можете на пальцах объяснить, почему это ложный тезис, или почему этот тезис, он позволяет себе транслировать как на духу? Или не нужно даже в этом разбираться? Это тезис ложный, потому что есть опыт самых разных стран, самых разных стран, разной истории, разной религии, разных географий, там, климата и так далее, в которых вот реализация, имплементирование базовых принципов европейской цивилизации приводит к успеху. Ну, приводит к успеху и все. В Африке это мы видим, во многих странах, в Латинской Америке, да где угодно, в Азии, да. Вот если начинается совместно рыночная экономика и... То есть, свободная экономика... Что говорю рыночным? Свободная, да. Свободная — это вообще свобода. Да, вот если свобода, свобода в экономике, свобода в политике, и так далее, то возникает рост, возникает порядок там и так далее. Среди самых, допустим, самых несчастных стран в мире вы найдете и страны с рыночной экономикой, например. Есть страны с рыночной экономикой, но все равно все очень-очень плохо. Но среди успешных стран, где успешно вы не найдете стран без рыночной экономики, без политической демократии, сменяемости власти и так далее, это необходимое условие успеха. И, понимаете, если какие-то принципы работали в Мексике, в Гонконге, на Тайване, в Индии, в Японии, в Гане, то почему они не должны работать в России? Знаете, был такой американский психолог, Абрахам Масло, очень известный, который, когда был аспирантом, съездил в Индию, то ли там себя познавать, то ли еще что-то, не знаю, что это понесло. И вот, к его работе отнимал никакого отношения, но он съездил туда надолго. И сказал, что главный вывод из его путешествия состоял в том, что индийцы сначала человек, а уже потом индийцы. Мы все сначала люди, поэтому это работает для людей, работает и для нас тоже, потому что мы люди. А Нарышкин это говорит, потому что правящему классу, нашему правящей верхушке, этот путь не выгоден, потому что этот путь лишает их привилегий власти, самооценки и так далее. Ну, понятно же, что, в вопросе, сведите вместе Рогозина и Илона Маска, например, да, вот, например, или там чего-то. Илон Маск может там со своими тараканами, парень, да, но все-таки, ну, не Рогозин. Вот точно не Рогозин, понимаете. Вот и все. Видели ли, накануне Путин учредил орден имени Гагарина за достижения в области пилотируемых космических полетов. Я думаю, ну, господи, ведь мы же все отправлены в пилотируемый и предельно космический полет в этом смысле. Каждому нужно бы вручить по такому ордену. Есть много вещей, о которых я бы с вами хотел поговорить, но вот по поводу вашего возвращения в МГУ, да, все этого ждем. Ну, они же переформатировали систему образования. Я всегда думал, что залогом успеха системы образования является его стабильность и поступательность в развитии. И, казалось бы, перевели вот на эти рельсы баллонской системы, бакалавриат, магистратура, аспирантура, кандидатская, докторская и так дальше. И вновь схлопывается, и вновь ищем путь. А вот это восполнимо? Можно вот по этим горкам кататься, как вы полагаете? Да все восполнимо, слушайте. Все восполнимо. Ну, подождите, ну, слушайте, ну вот Германия, где я не по своей воле сейчас нахожусь, прекрасная страна, но я просто хочу домой. Значит, Германия была уничтожена в пыль. Просто в пыль. Ее союзные армии просто уничтожили. Вот просто, вот совсем, да, вот совсем. От нее не осталось ничего. Ну, какая прекрасная страна сейчас, да? Следы войны, кстати, видны до сих пор. Но, тем не менее, ну, как люди живут вообще, человечески там, и так далее. Зарасти, зажить, может, все что угодно. В этом глубоко убежден, да? И, кстати, в отношениях между людьми и заживают, да? Ну, какая была страшная война, вот, советско-германская? Ну, ничего, прошло там 2-3 поколения, что у нас есть ненависть к немцам в России, нету, нету абсолютно. Хотя была, да еще какая, и понятная совершенно, понятная была ненависть к немцам. Вот, я думаю, что и с украинцами, кстати, мы потом когда-нибудь договоримся, когда-нибудь потом. Вот, а, что касается системы образования, понимаете, это, конечно, очень важно, то, что вы говорите. Ну, во-первых, новая власть в России, если это будет разумная власть, она постарается вернуться к разумным принципам. Она постарается вернуться, а что им делать-то? Понимаете, опять же, опять же, те принципы, которые работают, в общем, умеют, должны работать и у нас. Вот, вот только так. И, кстати, в этом смысле очень много было сделано, не в 90-е годы, и потом было много сделано полезных вещей, между прочим. Вот, а, кроме того, все-таки мне кажется, что образование, знаете, вот, оно же есть как бы в двух вариантах. Ну, два, две вещи, значит, здесь есть. Одна вещь, это, вот, там, допустим, я не знаю, восстановление инженерной школы, которая умеет делать лазер. Например, да? Я об этом ничего не понимаю, думаю, что это сложно, и надо будет это делать с помощью западных коллег, которые будут приехать, приезжать, что-то внедрять. Ну, значит, как-то, вот, это сложно будет. Это будет сложный, будет длинный путь, пока мы вновь научимся, там, делать лазеры, или делать, я не знаю, автомобили, которые мы никогда не умеют делать, ну, и так далее, да? Но есть другой смысл слова образования. Образование как формирование мироощущения. Мироощущения, которые не позволяют бомбить Украину, которые понимают, что бомбить Украину – это безумие, да, и преступление отвратительное, там, и так далее. Образование, которое позволяет понимать, что каждый человек – человек, что, как сказано в американской декларации независимости, Господь делает людей равными, да, и от того, что он, там, другого цвета кожи, это не значит, что ты имеешь право, что ты выше его, что ты можешь его дискриминировать, там, ну, и так далее, у него другой разрез глаз. Ну, в общем, вот масса каких-то вот таких вот базовых вещей, что человек должен иметь право быть самим собой, и поэтому, там, не знаю, тебе не нравятся, бомбосексуалисты, да, ну, не нравятся, хорошо, но это не значит, что их можно дискриминировать, потому что они, вот, они не такие, как ты, ну, вот и всё, значит. Вот. И вот это зависит от людей, которые преподают. Это зависит от людей, которые преподают. Понимаете, и вот когда, между прочим, меня же выгнали из МГУ несколько лет назад за неправильное поведение, я стал преподавать в Европейском университете, в Шаненке, в Ранхиксе, вот. Потом, когда сделали иностранным агентом, это тоже стало невозможным. И я преподаю в свободном университете сейчас. И буду преподавать, ну, чё, почему нет? Нормально. Смотрите, складывается такая среда весьма специфическая. Роман Силантьев, неизвестно вам такое имя, это эксперт-религиовед, который делал экспертизу по заведённому делу в отношении Берковича Петричук. И, среди прочего, в своей экспертизе он допустил, ну, по сути, антисемитские высказывания. Скажите, а вы полагаете, что сегодняшняя Россия на фоне того, что происходит в Украине, она готова к тому, чтобы внутри ещё и этот огонёк разжигался к разрастанию антисемитизма? Конечно, конечно. И это неизбежно. Стас, это неизбежно, потому что антисемитская вот такая политика, да, традиционно, это даже не со свойствами евреев связано, это вот как, ну, так сложилось, жизнь так сложилась, да. Антисемитская политика, она является частью такого антиинтеллектуализма, вот такого жлобства, да, который прекрасно проявляли соратники Великого Фюрера, который проявлял Сталин и так далее. Вот. Мне кажется, что рост антисемитизма при этом режиме, он совершенно неизбежен, потому что этот режим ненавидит знания, ненавидит интеллект, ненавидит вот всё вот с этим связанное, ну, а евреи там иногда заслуженно, иногда незаслуженно с этим ассоциируются. Вот. Это не значит, что все евреи умные, разумеется, есть разные, да, но, ну, в общем, вот ассоциативный ряд есть, и поэтому они евреев тоже антисемит. И обратите внимание, что, ну, ладно, там какой-то вот Селантьев там откуда-то выпрыгнул, никому неизвестный, Пётр Толстой, вице-спикер Государственной Думы, не воробей, значит, он, помните, ещё давно сказал, что о тех, которые выскочили с ногами из черты оседлости, и которые, значит, сделали, собственно, Октябрьскую революцию. Он же это сказал, понимаете, вот, а я слышал тогда, когда он это сказал, я слышал однажды разговор двух очень солидных людей, которые, ну, они, так я случайно слышал, они рядом со мной сидели просто и разговаривали, я не послушал, но слышал, вот, один другого, они такие были, серьёзные люди, вот, такие конкретные пацаны в системе, вот, и один другого спрашивает, слушай, а что там Петя ляпает-то? Слушай, ну, ты же знаешь, что Петя идиот, да? Он сказал то, что все и так знают, просто про это говорить не надо. То есть они были согласны с тем, что повыскакивали из черты оседлости с ногами. Вот, а когда, помните, сирийский расчёт героически сбил наш разведанный самолёт, помните, была такая история, наш самолёт летел, разведанный самолёт, там 15 офицеров было. Сирийский расчёт по ошибке, естественно, по ошибке сбил его и убил всех этих 15 офицеров. И тогда возникла прекрасная идея в телевизоре в нашем, что виноваты евреи. Вот, виноваты евреи, а почему виноваты евреи? Потому что рядом летел израильский самолёт, который как-то сделал вид, что он и есть российский самолёт, а сирийские, сирийцы, конечно, когда увидели израильский самолёт, они могли его не сбить, вот, как без этого, каждый поймёт, вот, и поэтому, значит, виноваты евреи. И вот, когда это всё обсуждалось по телевизору, то я помню, меня поразила не убогость аргументации, она всегда убогая в таких случаях, а меня поразила та радость, с которой они это говорят, понимаете? Им, наконец, разрешили сказать, что вот евреи во всём виноваты. Им, наконец, разрешили это сказать. А раньше не разрешили. Так что нет, это всё есть, это булькает. И причём это не проблема бытового антисемитизма. Он всегда был, он никуда не делся, никуда не денется, и он мало затрагивает жизнь страны. Потому что это такие лоу-классы, которые не имеют особого значения. А вот более серьёзно, что антисемитизм распространён среди части российских элит, военных, спецслужб, дипломатических и так далее. Вот он очень распространён, и он как лава, когда булькающая лава, под застывшей корочкой. И он в любой момент готов прорваться. Я думаю, что по этой линии нас тоже ждут крупные неприятности, к сожалению. Леонид Яковлевич, я всегда думал, чтобы не соскальзывать в эту бездну, нужно культивировать себе и поддерживать значимость и значение вещей, неприходящих, вещей, которые не подлежат никакой отмене во что бы то ни стало, какое бы давление на них ни оказывалось. Но в данном случае я хочу поговорить и задать вам последний вопрос, касающийся роли парадигмальных фигур, которые уходят, которые уходят день за днём. Вот накануне не стал Ильи Кабакова, на 90-х годах жизни скончался. Тина Тёрнера ушла. Вчера я смотрел на тех, кто с нами, на тех, кто по-прежнему остаётся и держит нас вокруг себя, скрепляя морально, этически, вот как угодно. Алла Борисовна пришла на концерт Андрея Вадимовича в Израиле, Шевчук, Ройзман. Вот такие люди, они для системы страшны, или они не страшны для системы, но важны прежде всего для нас? Иногда они страшны для системы. Посмотрите, власть побоялась посадить Ройзмана. Ведь прокурор прямо-таки, знаете, оправдывался. Я слышал выступление прокурора, потом интервью какую-то давал. Он прямо оправдывался. Ребята, мы хотели его посадить, но мы не могли его посадить. Мы никак бы его не посадили. Мы очень хотели, мы очень старались. Это говорит прокурор. Фактически, да? Почему они не посадили Ройзмана? Они же не для того всю цирку устроили, чтобы ему штраф объявить. Понимаете, они понимают, что они его в тюрьму вели, да? Почему? Потому что Ройзман, поддержка Ройзмана значительно больше, чем поддержка, допустим, Володи Карамурзы, или чем даже Навального и так далее. Потому что Карамурзу поддерживает либеральный слой. В России, за границей поддерживает либеральное общественное мнение на Западе. А Владимир Владимирович Путин начхать на это с высокой башни. На нас с вами, на наших единомышленников в России. Да плевать ему на все, да? А Ройзмана поддерживает народ Екатеринбурга. Понимаете, вот народ, простой народ. Все люди поддерживают его, все. Шевчука поддерживают все. Поэтому Шевчука, когда они провели расследование, является ли родиной жопой президента, в конце концов, они ему дали штраф, там, 50 тысяч, что ли, я не помню, да? Почему это все? Эти люди страшны. Вот эти люди страшны. Не только для нас важны, и для власти страшны. А они почему такого авторитета добились? Потому что Ройзман не разделяет людей. Он не разделяет людей никогда. Когда к нему приходят на прием, вот это вот то, что раз в неделю проводят, да? К нему приходят. Он не спрашивает. Он не начинает с того, значит так, ты мне, мужик, сначала скажи, чей Крым? Да? Скажешь правильно, я буду тебе помогать. Скажешь неправильно, пошел вот. Нет, он не спрашивает, чей Крым. Он не спрашивает, чей Крым. Он просто помогает. Для него все люди люди. И когда он говорит, что хороших людей больше, чем плохих, то он наверняка понимает, что среди хороших людей есть и те, которые говорят, Крым наш. И те, которые за Путина. Там и так далее. И тем не менее, он их держит за своих. Понимаете? То же самое Шевчук. Шевчук, когда начала Чеченская война, он был против войны. Он был против войны. Но он пел для раненых солдат в госпиталях. Он же говорит, что это мои солдаты. Да, он против войны, но он пел для солдат. Понимаете? Вот это исключительно важная вещь. Мы с вами об этом говорили. Вот это, это самое важное на самом деле. А для нас они важны, как моральный камертон какой-то. Понимаете? Вот были люди, вот в моей жизни были люди, которые меня сохранили от каких-то плохих поступков. Какие-то я совершал, конечно, плохие поступки. Я грешный человек, да? Но, а какие-то не совершал. Допустим, в партию я не вступил. Хотя меня очень уговаривали. И как бы мне было сложно не вступить. Там для меня и место достали и так далее. А вот мне было сложно не вступить. Я отказался публично, вынужден публично отказаться за две недели до защиты диссертации. Я должен был отказаться. И так что это знал весь факультет, что я отказался вступать в КПСС. А почему я смог это сделать? Потому что у меня было несколько человек, которые мне бы руки не подали за это. Вот они бы мне руки не подали. И я не мог пойти на это. В «Трех мушкетерах» есть гениальная сцена, которая говорит о том, что Александр Дюма был великий писатель. А не просто вот слова вязал. Знаете, вот писатель он был действительно. Там кардинал Решилье приглашает этого Д'Артаньяна к себе. И говорит ему, что вот, господин Д'Артаньян, вот с вами тот случился, тот случился, тот случился. А почему вы еще живы? А потому что я вас защищал. Ну, смысл был такой, да? Я вас не давал на расправу. Поэтому я вам предлагаю пост лейтенанта моей гвардии. Значит, за это вы будете иметь то, то, то и так далее. И вы же, говорит, приехали в Париж продать свою шпагу. А вам больше никто не даст. Кроме меня. И Д'Артаньян, в чем действительно вот высокий класс Дюма, как писатель, Д'Артаньян хочет согласиться. Он хочет согласиться. Он хочет жизнь. Он хочет денег. Он хочет славы, карьеры и так далее. Ну, что плохого-то? Приехал в Париж, не с провинции. Для этого приехал в Париж, да? А вы не помните, почему он отказался? Нет? Он отказался потому, что он вспомнил вдруг, что у трех выходов из Парль-Рояля стоят его товарищи, Аттос, Партос и Арамис, со своими товарищами, которые должны отбить карету, если она его повезет в Бастилию. И перед ним встало, Дюма пишет, перед ним встало лицо Аттоса. И он понял, что Аттос не подаст ему руки. И он, когда был выбор между жизнью и смертью, в разговоре с кардиналом, он сказал, ваше высокопроисвященство, нет, не могу, не могу, потому что Аттос не подаст руки. Знаете, вот это очень важно, да? Людмила Михайловна Алексеева, Рогинский, Войнович Владимир Николаевич, какой был замечательный человек, многие другие. Вот они, Басилашвили, дай бог ему здоровья. Я называю людей, которые для меня были важны, лично для меня. У каждого свои, естественно. Там Андрей Дмитриевич Сахаров. Понимаете, они пока живы, они нам не дают трусить, они нам не дают совершать какие-то поступки и так далее. Если они не будут заменены кем-то другим, то мы будем вести себя хуже. Я надеюсь, что кто-то их заменит, кто-то их заменит. Они нужны нам, очень сильно нужны. Главное, чтобы ещё самому себе руку было желание подавать, улыбаться себе в зёркале. Это вообще самое главное. Это вообще самое главное. Но это, между прочим, уже проблема уровня нашей свободы, на самом деле. Потому что, понимаете, вот в чём борьба между, с одной стороны, Путин, Эрдоган, Айталах Амин-Ий, ещё какие-то люди, а с другой стороны, такие, как мы. За что идёт борьба? За то, ты имеешь право быть каким ты хочешь или нет? Они нам говорят, Путин, Эрдоган, Амин-Ий, говорят, нет, ты не имеешь права. Если ты русский, ты должен быть вот таким, таким и таким. Как говорил Рудской в интервью, его спросили, что он пьёт, пьёт или виски, или коньяк. Он замахал руками и сказал, какой виски, какой виски, я русский человек, я пью водку. То есть, у него понимание было, вот русский человек должен пить водку. Понимание глубокое. Ну, вообще был мудрый человек, конечно. Вот, а вот нам говорят, если ты православный, ты должен быть таким. Если ты иудей, ты должен быть таким. Это со всех сторон говорят, понимаете? Это со всех сторон говорят. Я, когда меня отпустили из этого самого спецприёмника, неожиданно совершенно, да, и то, чем было понятно, что утром арестуют опять, я вечером отпустили, я ночью улетел. Билет у меня был на Израиль. Ну, просто вот куда был, тогда улетел. Был бы на, там, я не знаю, в Уругвай, я вылетел в Уругвай. Ну, потому что это было, понятно. Вот. Пока я сидел, там был спор между двумя ведомствами, арестовывающими, пока я сидел в международной зоне. Вот. И там рейс отложили, знаете, как было интересно. Сижу, вдруг рейс, мой рейс откладывается на полтора часа. Вот, и я понимаю, из-за кого он откладывается. Что они нам не могут решить. Ну, вот. Так, значит, я полетел в Израиль. И в Израиле мне говорили то же самое. Ты обязан. Я там сказал, что я в изгнании. А почему ты говоришь, что ты в изгнании? Ты еврей. Ты приехал на Родину. Ты должен быть счастлив, что ты приехал на Родину. Вот. Я говорю, ребят, ну, почему я кому-то должен? Я к Израилю отношусь с большой симпатией, уважением и так далее. Безусловно. В том числе, потому что я еврей. Но я не обязан быть счастливым от того, что вот так случилось. Так вот, понимаете, нам говорят, какими мы должны быть. Нам это говорят все время. Нам это каждый день говорят. Причем эти люди, которые говорят, они вообще не известно, откуда взялись. Вы знаете, что эти ребята, которые называют исламскими радикалами, они убили значительно больше мусульман, чем немусульман. Потому что они убили тех мусульман, которые не шли по пути пророка. Вот. То есть он знает, вот этот пацан, понимаешь, он знает. Во-первых, он знает, что такое путь пророка или Аллаха. Я не знаю, по пути нам надо идти. Вот. А кроме того, он считает себя вправе решать, жить тебе или не жить, потому что ты не пошел по пути пророка. И вот они убивают людей своих, да. А Александр Андреевич Проханов, есть такая у нас замечательная фигура, мне одно что сказал, для настоящего русского, для русского человека, говорит он, государство важнее жизни. Я ему говорю, Александр Андреевич, а ты всех русских опросил? Он говорит, нет, не всех, но я знаю. Я говорю, Александр Андреевич, а я знаю хотя бы одного, вот я знаю одного русского человека, который государство не важнее жизни. Ну, говорит, и кто это? Я говорю, это моя жена. Он говорит, ну, Лен Теевич, ты же знаешь, что я к тебе хорошо отношусь, да? Я к тебе хорошо отношусь. Ну, какая она нахрен русская, если она вышла замуж за еврея? Понимаете? Вот, вот, они все знают. А с нашей стороны мы говорим другое, что ты можешь быть таким, как ты хочешь. Ты сам решаешь, каким тебе быть евреем, например. И вот я помню, как у меня формировалось, у меня лично формировалось это понимание, что означает, что я еврей, что это значит для меня, при том, что я не знаю еврита, я не соблюдаю субботы и так далее. А вот темнее себя чувствую евреем, что это для меня значит. Что значит быть православным? Я разговаривал с одним православным священником, очень достойным человеком, и выяснилось, что он не соблюдает посты действующих священников русской православной церкви. Он не соблюдает посты, потому что он говорит, а я считаю, что это неправильно. А я считаю, что Господу все равно. Он что, не в талялку будет заглядывать? Вот жить надо по правилам каким-то, а что есть, ему это неинтересно. То есть, понимаете, он сам для себя решил, что посты соблюдать не надо. Вот он решил, он свободный человек. Понимаете, он свободный человек. А у нас пытаются эту свободу забрать постоянно. И нам сказать, какими мы должны быть. Что мы должны чувствовать, что мы должны скорбить по поводу Моторолы, или еще какого-нибудь бандита, или еще чего-то такое. Они все время нам пытаются приписать правильные чувства. И Путин говорит от нашего имени, и он говорит, что мы чувствуем. И он говорит, мы не могли больше терпеть там чего-то и чего-то. Но сколько у нас нет выборов, он никого не спросил, он себя проецирует. Леонид Яковлевич, за собственный выбор чувства. Все люди – люди. Это наша страна. Это наша жизнь. Спасибо вам большое за этот разговор. Вам спасибо. Спасибо вам большое за просмотр.